Книга открытым оком тема церковь вопрос 123 что означает преподобный блаженный кого называют равноапостольным святым исповедником отвечает Игнатий Тихонович Лапкин преподобными называют святых монахов блаженными называют Христа ради юродивых а также некоторых других все эти звания табель о рангах не евангельские названия придуманы позже когда евангельский путь был практически забыт и отвергнут по евангелию блаженными называются нищие духом плачущие миротворцы и так далее смотри на горную проповедь евангелия от матфея 5 седьмые главы кому не нравится наше пояснение попробуйте без предвзятости внимательно прочитать новый завет и найти хотя бы маленький намек на устройство монастырей на все эти названия принятые у православных и католиков исторические церкви в данном вопросе идут не просто не евангельским путем а антиевангельский рассмотрите слово юродивый по библии 1 коринфянам 1 глава 18 и 21 стих ибо слово о кресте для погибающих юродство есть а для нас спасаемых сила божия ибо когда мир своей мудростью не познал бога в премудрости божией то благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих это слово в новом завете встречается только в этих двух местах как можно и на каком основании вывести из этого целое учение концепцию о пользе необходимости кривляния умышленного отказа от своего разума в деле следования за христом это трижды и бесконечно анти евангельское измышление библия напоминает только один раз о юродстве о имитации сумасшествия ради спасения временной жизни 1 книга царств 21 глава 15 стих разве мало у тебя сумасшедших что вы привели разве мало у меня сумасшедших что вы привели его чтобы он юродство предо мной неужели он войдет в дом мой напротив того слово мудрость премудрость встречается в библии пятьсот сорок четыре раза премудрость соломона 7 глава 28 стих ибо бог никого не любит кроме живущего с премудростью почему соломон не ломился простите почему соломон не молился о глупости которые у нас и без этого хватает опросил премудрости имя которое бог апостол павел в первом послании к арифинам говорит о мнении людей язычников и иудеев которые считали проповедь о распятом плотнике из назарета безумием 1 коринфянам 1 глава 18 по 31 стихи его слово кресте для погибающих юродство есть а для нас спасаемых сила божия ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергнут где мудрец где книжник где совопросник века сего не обратил ли бог мудрость мира сего в безумие ибо когда мир своей мудростью не познал бога в премудрости божией то благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих ибо иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для елена в безумие для самих же призванных иудеев и еленов христа божию силу и божию премудрость потому что немудрая божия премудрее человеков и немощная божия сильнее человеков посмотрите братья кто вы призваны немного из вас мудрых по плоти немного сильных немного благородных но бог избрал немудрая мира чтобы посрамить мудрых и немощная мира избрал бог чтобы посрамить сильно и незнатная мира и уничиженное и ничего не значащие избрал бог чтобы упразднить значащие для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред богом от него и вы во христе иисусе который сделался для нас премудростью от бога праведностью и освящением и искупления чтобы было как написано хвалящийся хвались господом написано целая книга русские уродивые изданная зарубежной церкви значит и там этим давятся проиграли целую россию храмы все вожделенное а в разумление так и не пришло реакция на эти мои слова будет только одна юродивая злоба библия для православных и католиков стала практически самой ненавистной книгой при богослужении читаются отрывки из ветхого совета по риме и очень часто притчат 9 глава 1 стих премудрость построила себе дом вытесила вытесала 7 столбов его православной транскрипции хотя бы один столб должен быть глупостью будьте мудры это призыв и благословение русь приняла искореженное испорченное православие юродивое только отдельные души доходили до этого и были гонимы и уничтожаем и равноапостольные кому русских присвоены эти высокие звания княгиня ольга князь владимир у греков царь константин кирилл и мефодий не на просветительница грузии кто такие апостолы это сосуды духа святого посланники божии значение слова апостол с греческого послание куда и кем послан на проповедь евангелия по всему миру что из этого было константина крестившегося смертный час у ольги крестившегося смертный час у ольги или владимира ничего кроме указа провозгласить христианство государственной религии никуда они не шли с проповедью ни одного дня в жизни не прожили апостольской жизнью причем же это звание равноапостольный это звание применимо только кириллу и мефодию не не инокентий митрополиту московскому стефану пермскому николай японскому макарио алтайскому глухареву и неведомым нам рядовым проповедником слова божия не равноапостольным а подражателям апостолов исповедники это те которые были арестованы и претерпели поругание издевательства и даже пытки но остались живы святыми в библии названы все кто уверовал во христа принял святое крещение хотя бы по жизни еще не достиг совершенной святости деяния 9 32 случилось что петр обходя всех пришел и к святым живущим в лиде римлянам 1 7 всем находящимся в риме возлюбленным божиим призванным святым благодать вам и мир от бога отца нашего и господа иисуса христа 2 коринфянам 1 1 павел волею божию апостол иисуса христа и тимофей брат церкви божией находящийся в коринфе со всеми святыми по всей хайи филиппийцам 4 21 22 приветствуйте всякого святого во христе иисусе приветствуют вас находящиеся со мной братья приветствуют вас все святые а наипачи из кесарева дома первое послание фессалоникийцам 5 глава 26 27 стихи приветствуйте всех братьев лапзанием святым заклиная вас за господом прочитать все послания всем святым братьям